всем доброго времени суток с вами канал артмания решила сегодня заделать хлебушек вот тут такие пузыри стали вылазить вообще первый раз такое сами там вылазят неожиданно так вот прям не было и буквально перед тем как включила я камеру прям хоп такой и вылез такой прям гигантский большой первый раз такое сколько я пеку чиабатту впервые такое что так быстро прям вылазить где-то вот еще вот здесь тоже вылазил жалко заснять успела это было очень интересно как будто ощущение как будто живой хлеб и вот так немножечко применала лопаточкой водичкой такой штучкой может там вот водичка немножечко попала чтобы отправить в духовку чтобы он не залез на мою противень посмотрите сейчас там что-то появится вот ну наверное ой-ой-ой полез 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 видите вот этот вот наверное соприкасанию вместе с водой они начинают вылазить не знаю раньше не было такого здесь чуть двигаться аж прям страшно становится чего это двигаться начал ну ладно буду его отправить туда духовку ждать не буду обычно я жду пока у нас подымется но сегодня он хорошо поднялся вот наше хлебушек с пылу и жару вот такая симпатяшка сверху так поднялась сейчас покажу вот так вот видите как поднялось было же у нас где-то вот с этой стороны пузырик или а нет наверное вот может быть да 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 точно не мог пропасть совсем я думал честно говоря он лопнет такой запах тут все будет остывать долго придется подождать такой симпатичный посмотрите какой у нас беленький чабата кстати еще хотела кориандр добавить и забыла блин ну ладно напишите в комментариях кто из кориандр добавлял вообще белый хлеб в черный я добавлялся вкусно а в белый хотела попробовать забыла на ужин я себе решила сделать вернее творить моего она усмотрится не поместилась и как у меня прям выходит пар она ледяная и от жары короче свиньи сами так прикольно обычно не бывает никогда такого не видишь все помещается а тут она не поместилась так классно еще ледяная кстати холоденькая начинается кипать сейчас она свалится куда-нибудь вот не знаю что-то прям мой вот так захотелось последний раз там я попыталась ее коптить у меня там ничего не получилось я также отварил это вообще было обалденно вкусно голова вот как бы не совсем там такая кослявая а вот там дальше тельце там много и много много икры было хребет не помню наверное было мягеньким надеюсь посмотрим сегодня еще раз вот вот покупали еще женька это покупали чтобы запекать ну знаете что то я не хочу пачкать духовку там все будет разлетаться что-то мне вообще сегодня так лень вот поэтому она у меня здесь такая тут я еще уборку делала вот вчера замочилась сегодня с утра поперемыла все вот тут чесночок у нас сухой лежит я никак не все руки никак не могут дойти чтобы на кофемолке все это перемолоть вот здесь отдельный ролик на нее будет то ну нужно же тоже знаете да нужна же тишина вчера хотела соседи вчера до час ночи музыку у них орала вот ну с музыкой записывать не делаю сейчас вот стираю стиральная машинка вот буду на днях все это снова записывать выйдет по поводу кофемолки что на ней можно перемалывать вот и мы его будем от мягкого к жесткому постепенно там ролики по отдельности их собираю почти как мозаику вот и потом все это будут все вместе монтировать должно быть интересно уже закипает как же ты себе тут масло приготовила паштет такой вот у меня это вот паштет кстати натуральный и мама покупает на работу ей привозят и мой хлебушек разорвался он когда я его вытаскивала потому что он залез сверху вы видели над видимо верхушки тоже маслом смазывать вот 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 он получился не такой красивый но мягенький очень такой мягкий мягкий запах ароматный и конечно вот видите блестит оставляет он масло остается вроде сегодня вообще добавил прям капельку чуть-чуть я еще думала наверное не хватит ну хватило вот остался мне еще и старый хлеб он слишком длинный получился чуть-чуть мы поели чуть-чуть остался не знаю может быть его а его можно кстати на квас отправить наверное ходила сегодня за детским питанием вот купила пять штучек по 300 грамм они стоят где-то одна пачка сто шестьдесят рублей да там скидка была в детском мире мы всегда в детском мире покупаем детское питание там дешевле всего всегда скидки и вот это около 500 рублей она с чем-то стоила 1200 грамм то есть две пачки по 600 также изюм за 170 рублей килограмм это самый дешевый изюм но при этом он довольно я открою покажу ладно сейчас откроем вот он изюм ну просто там разнообразные вот они светленькие темнее немножко то есть ну вполне довольно хороший мне нравится я его беру в принципе каждый год перед пасхой вот мне нравится он раньше он был по 120 потом 140 или 150 было в прошлом году по-моему 150 было а я пришла и говорю что так дорого и мне продали за 120 вот в этот раз я в этот же магазин пришла а там уже другой магазинчик другие люди ну естественно никто мне будет не будет делать такую большую скидку вот и так же мы купили порошок вон он стоит ушастый нянь потому что наш уже начинает заканчиваться он еще только начинает заканчиваться кстати да я вам обещала показать когда закончится порошок его упаковку зиме уже год и девять он еще у нас не заканчивался пока еще есть я не знаю видимо до двух лет мы в два года наверное только мы его закончим потому что там еще немножечко есть добавляю его в стаканчик но стираю я довольно редко потому что у Димы очень-очень-очень много одежды и если я буду стирать просто каждый день то он не будет изнашивать остальную одежду поэтому так вот все вот и сейчас я наверное буду себе готовить ужин я хочу кушать Дима покушал уже лег время уже восемь вот сейчас посмотрим с вами что я буду готовить еще вдобавок я купила три таких мороженки по 37 рублей вот но я думала не по акции взяла три штуки а оказался потом мы покупали в перекрестке порошок вот и вот это вот мороженое залезла потом в покупке пятерочки оказалось что и в пятерочке я покупала правда за 38 рублей такое же мороженое а я в раду думаю вау думаю супер скидки акции не знаю что это в последнее время как и была у своей крестной она меня угостила таким мороженым и все и я прям к этому мороженому прилипла и прям не знаю мне так оно нравится не могу прям нет надо его надо вот так и варю я сегодня мой его на ужин себе я вчера я на ужин кушала очень мне она понравилась голова конечно не о чем вот а внутри там много много икры очень много и она то есть косточки они мягкие их можно жевать до этого мы с мужем покупали потасу там приходилось все косточки вытаскивать все кромсать она чуть-чуть покрупнее чем моего вот моего в принципе как килька вот мне понравилось вчера чуть-чуть приготовила сегодня побольше вот и так же хочу остатки верующих сделать тут есть остаточки оказывается я думала побольше у меня но нет у меня мало перемешельку сделаю и наверное отварю себе яичко в воде кстати как варить водичку это яичко в воде вы можете посмотреть кулинарный рецепт легкий супчик вот там она есть как это делается вот в принципе можете написать в комментариях если кому-то интересно я могу отдельно наверное нужно да будет отдельно сделать как это делается записать ролик неровно поставим кастрюльку но она уже сейчас закипит есть хочу не могу прямо пришли мы с улицы скорее скорее все быстрее ребенка накормила и сейчас наконец-то сама покушаю ну и в конце вам покажу что у меня получилось что делать что делать что делать что делать как так вот Вот такое мороженое Я люблю шоколад Не знаю почему я стала по нему западать в последнее время Постоянно его и его охота И также забыл сказать, что хозяйственное мыло купила по 16 рублей Небольшое Смотрю, оно в пятнах Страшное На прилавке оно как-то выглядело так симпатично Вроде оно прямо с прилавка вызываю Пахнет тоже хозяйственным мылом По-моему здесь 65% Сейчас точно не помню Там где-то было написано Наверное оно давнишнее, может быть Измученное Его я беру не для стирки Я мою руки То есть оно Стоит у меня На раковине На кухне Всегда хозяйственное мыло стояло у моей мамы Там мясо, допустим, что-нибудь взял Потрогал, помыл И обязательно хозяйственным мылом помоешь руки Или после яиц Так же Так всегда у нас был Я пробовала другое мыло Но мне не нравится потом запах Потом руки пахнут Не знаю, как-то не так Не тем А хозяйственное мыло мне больше нравится Напишите в комментариях, кто помнит Мне кажется, что было мыло темнее В советские времена Оно было прямо черное Я помню называла его черное мыло Оно было такое хозяйственное Такое черное У меня в памяти осталось Как у мамы в мыльнице лежит Ну, не знаю Это какой-то посветлее Какой-то даже оттенками здесь Ну, запах вроде тот же Вот Здесь тоже оно Такое же Тоже пятно какое-то А, вот что-то видно Что-то тут видно Не знаю По-моему 65% Они все были 65 У меня еще помню захотелось побольше Но Было 65 Ну, вот он мой ужин получился Яичко немножко растеклось Я его не знаю, зачем Я его разбила заранее Пока еще рыба варилась И за это время, пока оно лежало Оно растеклось Чуть-чуть появилась, видимо, маленькая дырочка Зацепила Все-таки я Скорлупа очень тяжело разбилась Видимо, курочка кальция ела хорошо Очень много Не знаю, почему, с чем это связано Кстати, напишите в комментариях Потому что реально бывает Бью одним и тем же ножом Но Бывает очень сложно Разбивается Тут маленький соус Я сделала Положила Чеснок Сухой Кориандр Молотый Здесь Вермишельки Получилось Смотрите, довольно много Сыров И Моя мойва Вермишелька Там даже Икра Видно По-моему Вермишелька А вот Вот Моего Сделала сегодня себе побольше Вчера очень понравилась Очень вкусная Получила, знаете, как вареная яичница Тоже посыпала Посыпала Укропчиком Сухим Кориандром Немножко И чесночок Сухой Молотый Вот Так же Моя вкусняшечка Здесь ждёт меня Компотик У меня Там Димина Чашечка стоит И квас у меня заделывается Вот На сегодня то всё С вами был канал Артмани Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь Ставьте лайки Обязательно Подписывайтесь Мне будет очень приятно И Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok